Котик-кефирчик. Время идет и складывается в годы, которые не на пользу хвостику. У котика-кефирчика сельского мини-приюта Людмила Чернецкая опять обострение. Он очень похудел, а шерсть его просто потускнела. У старичка начался понос и рвота. Предыдущий поход в клинику и обследование так ничего и не прояснили. После пройденного курса лечения ему стало немного лучше. Но как всегда, только это на время. На все у нас всегда просто какой-то временный эффект. Кефирчик у нас хроник и хозяйка всю жизнь поддерживает его антибиотиками. Но с каждым разом ему становится хуже. Годы идут, болезнь постоянно его достает. Может было бы пройти повторное обследование, если бы вы были уверены, что хоть что-то прояснится после этого. И мы не потратим просто впустую время и средства, которых у нас и так не хватает. Не хочется, чтобы все это было напрасно. К сожалению, мы живем очень далеко от города. И каждая поездка выходит безумно дорого. Друзья, волонтер все надеется, что возможно кто-то сможет помочь нам с транспортом отвезти кефирчика в клинику. Пожалуйста, помогите. У нас нет возможности каждый раз оплачивать такси. В приюте очень много старичков и животных, которые требуют постоянного лечения и определенной диеты. Мы будем очень благодарны за вашу помощь. Питание, лечение, транспорт. Вот каких-то три столба, на которых стоит в принципе все проблемы этого приюта. Мы уже и в этом году, и в прошлом писали посты именно конкретно про это животное. Но видите, раз в году, а то и два, у него происходят вот эти обострения, которые заканчиваются все более и более лечебно.